ПЕРГАМСКИЙ КУЛЬТ Так говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела и что ты живешь там, где престол сатаны. И говорится о престоле сатаны. Говорится о том, что Пергам является таким капищем. Где живет сатана написано. Странно, да? Но мы знаем, что сатана это не Бог. Он не имеет везде сущее, везде присутствие, как Бог. Он не имеет, хотя много информации собирает, за эти 6 тысяч лет. Вот сейчас нам начался по библейскому исчислению. Вот недавно начался, был праздник Рош-Хашана, да? Начался 5772 год от Адама. От того, как вот Адам либо был сатарен, либо с ним это все произошло. Так вот, и 5772 год. То есть, получается, почти 6 лет уже. 6 тысячелетий прошло. И у дьявола много информации скопилось в его, пусть устаревших, но компьютерах. Значит, у него не обновляются технологии, в принципе, с момента падения. Это у Бога все новое, творю все новое. Каждый день там новый пентиум, и нам это все небесное развивается. А у него все старое. Но, однако же, это оружие проверенное. Он собирает информацию очень много. И, к сожалению, очень успешно воюет с людьми, с человечеством по сей день. К сожалению, по-прежнему, и сегодня, как и 9000 лет назад, мы можем повторить за Иисусом следующее, что тесны врата и узык путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. К сожалению, и сейчас мы видим, в 21-м столетии, когда был век информатики, век просвещения, почти всеобщей грамотности на нашей планете, по-прежнему видим духовное невежество. Люди порой с высшими образованиями, целуют иконы, перед мощами на колени становятся, и еще называют себя наглость, набираются христианами. Представьте, мы живем век такого, по-прежнему, продолжающегося обмана. И вот за эти 6000 лет, конечно, враг много преуспевал. И одной из самых его успешных, в его адских книгах, операций, наверняка, это Пергам. Одно из его самых страшных детищ. Недаром сам Иисус говорил, что в Пергаме был престол сатаны, престол дьявола. Почему именно там? Дело в том, что это сегодня маленький городишко. Пергам был раскопан археологами, они там не нашли ничего такого особо выдающегося, на первый взгляд. Но удивились, даже неверующие археологи удивились странным находкам в этом городе, в Пергаме, в Малой Азии, в Турции. Дело в том, что, которые даже неверующих людей, я читал, допустим, в свое время, будучи художником, до 1988 года я был художником. Заканчивал училище Орловское художественное, работал в мастерской. То есть, моя доцеповная специальность, это художник, художник-оформитель. Значит, с 1988 года я начал свой трудовой стаж уже в православной церкви работать, читать, петь на пиросе, хором руководить и связал свою жизнь уже с церковью. С 1991 года уже служил священником в Русской православной церкви, до 1996 года, когда уже поединенные соображения уже вышел из РПЦ Русской православной церкви. Так вот, и будучи художником, я помню, и в школе художественной, и в училище художественном у нас была тема, пергамский алтарь, пергамский жертвенник. Мы изучали это, но даже неверующие историки пишут, удивляются, почему столько насилия на этом алтаре. Ну, обычно объясняют так, это шедевр эпохи позднего эллинизма, говорят так, вот мир начал рушиться, старый, добрый, греческий, римский рим, мир стал рушиться, встречать по швам, варвары там, значит, с угрозами были на границах империи. И, как бы, и предчувствовали художники гибель всего и вся. И вот они, как бы, поэтому очень все так грустное и страшное изображали на этом алтаре. Но я-то Библию уже читал тогда, и интересовался. Ага, думаю, что-то не то здесь. Когда с Библией в руках смотришь на этот алтарь, ты видишь, что это не просто фэнтези художников страшные, это были реальные бесовские действия. Там, допустим, пергамский алтарь был весь, как бы, иллюстрирован сценами насилий. Кульминацией была композиция Лакаона с сыновьями, да, тот самый Лакаон, тот, как бы, пророк считался, который этого троянского коня повелел не трогать, не брать. И когда он вышел с сыновьями пророчествовать и говорить, что нельзя это брать, вышли, боги послали этих змей, которые ввели его и сыновей, и они погибли. Значит, и вот эта сцена, значит, такая ужасная сцена была там кульминацией. И, значит, но мало сегодня кто знает, может быть, что пергамский алтарь, пергамский престол, это был культ личности впервые. Задолго до Ленина, задолго до Сталина, задолго до Гитлера, задолго до Мао Цедуна, задолго до всех этих вот культов личности 20-го столетия, таких выдающихся культов личности, да, значит, залогу до этого в Малой Азии, в пергаме, 2000 лет назад уже это было. То есть, хотя, вы скажете, неужели тиранов не было выдающихся до этого? Были тираны выдающиеся, да, но ни у кого мозгов не хватало вот настолько извращенно подойти к этой теме. Дело в том, что когда храм был разрушен в 70-м году, Рим просто, он духовно пережил очень серьезное такое потрясение. Сами того не понимая, римляне пережили духовное потрясение. Через 9, по-моему, лет после этого Помпеи были разрушены, мы знаем, да, значит, было извержение вулкана, которое очень сильно напугало Рим, значит, и Помпеи, город разврата, город, значит, публичных домов и, значит, пьянства, значит, где отдыхали римляне, значит, курортное местечко просто исчезло с лица земли, значит, напугало их, сказано, христианами, словом, что Бог это место разрушит, но римляне посмеялись над этим словом, но так и получилось, было извержение Везубии, которое уничтожило полностью этот город, засыпало, и место райское, райских наслаждений, как не понимали римляне, оно стало местом пустынным вообще, просто все исчезло, и это очень сильно пугало Рим. Вообще, в те времена римляне искали новые культы какие-то, и вот культ личности был здесь, как бы, находкой определенной такой, духовной, что ли. Домициан, римский император, объявил себя Богом при жизни. Да, раньше они считали себя детьми Богом, да, а он себя при жизни Богом объявил, все, я Бог. И при том, не так, не полу-Бог, не там как-то там еще как-то, а впервые в историю заявил себя именно откровенным Богом, 100% Богом. И это, конечно, обескуражило старый добрый Рим, но римляне это проглотили, потому что Домициан объявил, что кто не будет поклоняться, как Богом, именно 100% Богом, не детью Бога, не сыну Бога, как говорили прежние императоры, допустим, а потом после смерти там входили в пантовом Богов, как бы, нет, откровенно, 100% Бог. И кто не поклонялся, тех казнили, лишали гражданства римского и казнили. И Римская империя была напугана вначале, а потом с энтузиазмом начала этот культ поклонения, культу личности императора. Потом следующие императоры также себя богами объявляли и им поклонялись. И вот центром этого культа нового стал город Пергам. Главный жертвенник был посвящен как раз этому культу, престолу сатаны. Сегодня он пропал, сегодня он исчез. Его перед, еще в конце 19 века, если не ошибаюсь я, начало 20 века, вот на рубеже как раз столетий, его раскопали немецкие археологи и привезли в Германию. Там полностью собрали, в Германию уже выставляли все это на обозрение, на выставке. Кайзер Вильгельмин был просто в шоке от этой находки. Считали ее, ну как бы, для возрожденной Германии, тогда и Бавария была уже присоединена к Германию. То есть, Германия уже как империя расцвела, да, и в этот момент находка вот этого престола, значит, знаете ли, это была как бы судьбоносная, кульминационная находка такой столетия. И говорили, что 20 век, который начинается, это будет век особого благословения, потому что древнейший жертвенник был обнаружен, ну самое тайное место в истории человечества было обнаружено и доставлено в Германию. И знаете ли, и как раз тогда в Германии началась и Первая мировая война, потом Вторая мировая война. Первая мировая война унесла столько же жертв человеческих, сколько все войны, какое вело человечество за всю свою историю, начиная с Каина и Авеля и до самого 1914 года. Во время Первой мировой войны погибло столько же людей, столько во всех войнах человечества, вместе взятых. Значит, и Вторая мировая, потому что Первая мировая переросла со временем во Вторую мировую, унесла еще большее количество жизней судебно. Вообще это страшная, конечно, бойня. Вот, кстати, Гитлерплац, знаменитый Гитлерплац, построенный по приказу фюрера для тысячелетнего рейха, он был построен по образцу как раз именно вот пергамского престола, пергамского алтаря самого. Сегодня этот алтарь хранится в Германии, в Берлине. Он восстановлен, но кроме самого, собственно, престола, сам алтарь есть, но самого престола нет. Престол пропал. Когда Красная Армия вошла в Германию, то мы знаем, что НКВД, КГБ, впоследствии называлась, сейчас ФСБ, откровенно демоническая структура НКВД имела культ сатанистский в центре своем. То есть многие лидеры НКВД были опытные сатанисты, посвященные конкретно в культ дьявольский, и они не были атеистами в чистом виде, они знали, что Бог есть, но знали, что нужно с ним бороться, и были посвящены сатане. Этому есть очень много интересных свидетельств, очень интересные. Если будет интересное время, я вам расскажу. То же самое и Гестапо, с кем НКВД сотрудничало еще до войны, допустим, значит, фашистская Германия, СС, Гестапо. Многие считали, что это просто политическая партия, многие считали, что это просто движение. Это как бы внутри Германии еще одна маленькая Германия. Но на самом деле выяснилось, что именно большинство эстасовцев и большинство гестапоцев не знали этого, но их верхушка откровенно служила сатане, хотя считали себя христианами. Хотя считали себя по-прежнему христианами. И Гитлер говорил им, что наше движение это чисто христианское движение, и если кто-то в рядах партии национал-социалистов будет хулить христианство, он подвергнется изгнанию из партии и репрессиям, потому что наша партия чисто христианская партия. То есть он это оставил в своей жизни. И до последнего дня он оставался верным сыном церкви, будем так говорить, католической, в которой он вырос и родился, и вырос. И его же еще прежде рождения мама посвящала как будущего священника католической церкви. Воспитывался он в монастыре, очень строгом монастыре, как будущего священника католической церкви. Тоже очень интересный факт. И мистицизм, и антисемитизм свой Гитлер взял во многом именно из католицизма тогдашнего. Это очень такая трагичная история. Так вот, НКВД, когда имело определенные цели, и одной из целей в Германии, почему Красная Армия очень сильно спешила, было очень много жертв положено ради быстрого продвижения. Ну, во-первых, это ради того, чтобы Красное Знамя водрузить как можно больше везде. Потому что понимали, что в дальнейшем это коммунизм будет там строиться. Экспансия началась коммунистическая туда. Вместо коричневой чумы пришла красная чума. И люди понимали, что коммунизм, может быть, будет распространяться. Но была еще и оккультная причина. Среди НКВД офицеров высших была цель завладеть престолом сатаны. Потому что это была главнейшая находка, считалось, столетия 20-го. И это смогли они сделать. По крайней мере, сам престол, вот этот сатаны, он был... Сохранилась расписка офицера НКВД. Больше ничего не известно. Что его погрузили в вагон, этот престол сатаны, для отправки в Москву. Вероятнее всего, без остановок шел в Москву. Но дошел ли он до Москвы, или же он переехал дальше, куда? Мы не знаем до сих пор. Начиная с 1945 года, по сей день, в 2011 год уже, заканчивается, мы не знаем судьбы этого престола до сих пор. Он неизвестный... Потому что еще при Ельцине группа депутатов сделала запрос относительно престола сатаны в СССР. Где он хранится? И вообще, хранится ли он где-то? Но ответа не последовало. И как бы Ельцин уже давно нет, уже умер. И как бы до сих пор и неясно. Хотя на Красной площади, да, в центре Москвы один из сатанистов, академик, советский академик Щусев, архитектор, имевший в масонской ложе большое посвящение, он же архитектор был, значит, и по профессии, и архитектор был по своему званию в масонской ложе. Так вот, и имел откровенно сатанинское посвящение с самого детства, кстати, своего. Я читал биографию Щусева, академика, значит, это, ну, реально, ну, биография посвященного сатаниста. Вот, значит, и по решению ЦК, партии коммунистов, именно Щусеву было доверено построить мавзолей Ленина для дальнейшего увековечивания, значит, памяти вождя революции. И первый мавзолей был построен деревянный, временный такой мавзолей, если кто знает, но там была проблема, перестарались товарищи и не учли, просто-напросто не смотрели на карты строительные, на схему канализации и пробили канализацию, и по всей Красной площади, и на всю Москву пошел смрад. Значит, и когда патриарху Тихону это рассказали, он сказал, ну, вот по мощам иелей, говорит. То есть, какие мощи такой иелей к этим мощам. Ну, в принципе, с этим справились, канализацию восстановили, значит, и... Но мавзолей было решено построить уже каменный, основательный, и за основу Академик Щусев, были разные проекты, значит, Академик Щусев предложил пергамский престол сатаны, за основу, только увеличенный в полтора или в два раза, и, потому что сам престол был меньших размеров, но по принципу Зиккурата также строился ступенчатой пирамиды. Значит, он находился в центре этого сооружения в древности, но... Оригинал мы до сих пор не знаем, где хранится, но его увеличенная копия выставлена на всеобщее обозрение в центре Москвы. А у нас, ну, президент же был из КГБ. Ну, а почему был? Ну, и есть. Он-то, наверное, знает. Надо спросить товарища Путина, кто его знает. Нет, дело в том, что на самом-то деле, среди... Я не знаю, Путина знает или не знает, но вот среди вот этих верхушек КГБшных, наверняка есть те, кто посвящен по-прежнему, до сих пор посвящен сатане. Потому что я думаю, что... Как? Осознанно прям делает, служит... Да. Я имею некоторые свидетельства людей, некоторых очень интересных, допустим, покаявшихся некоторых академиков, российских старых, советских еще академиков в Америке. Есть свидетельства, потрясающие свидетельства есть, о том, что, в частности, Громыко, Косыгин, советского правительства председатель, и некоторые другие личности при Брежневе были откровенно сатанистами. Когда собирали членов Академии наук СССР, то на заседании закрытым были лишь свои, были академики. Один из этих академиков покаялся в последующем времени в Баптистской церкви. И он давал очень потрясающее свидетельство, конечно, что этот руководитель государства советского, обращаясь к ним, говорил о войне с Богом. И один из академиков вопрос задал, что так и так, но разве не атеизм является идеологией советского государства, а что подразумевает не только отрицание Бога, но и отрицание сатаны, и вообще, что раз Бога нет, то зачем воевать против Бога? И с этой высокой трибуны вдруг прозвучало следующее, что Актом сказал, что Бога нет. Он есть, но мы должны воевать против Него. И, кстати, вот тот академик, который потом покаялся, он говорит, что именно вот этот эпизод, я промолчал, но этот эпизод очень сильно повлиял на его дальнейший поиск Бога. Думает, раз призывает воевать с Богом, вот самая высокая трибуна советского государства, вот призывает академиков, Академия наук СССР воевать с Богом, которому их учили раньше не верить вообще, оказывается, верхушка верит, что он есть, но призывает воевать против Него, значит, ну что-то есть. А потом, когда Союз развалился, то у многих было, ну, на уме это следующее, что вот нам каждое утро пели раньше, каждое утро напели, Союз нерушимый, а мы однажды проснулись, его нет, вот тебе нерушимый. И люди увидели, многие умные люди увидели, что то, что было построено и строилось на атеизме, на отрицании Бога, оно было обреченным изначально в этом проекте, хотя он очень красивый, но были изначально заложены такие параметры, которые обрушат все это здание огромное. И вот так и получилось, потому что основание было мифическим, ничем, ни в чем нам. Атеизм не имеет будущего вообще. Это будущее с ним в частях написано погибнет вообще. Да, друзья мои. И Гитлер-плац, он до сих пор стоит в Германии. И я был там, кстати, тоже проповедовал там, прямо на Гитлер-плац мы провели там молитвное собрание, служение. Там десятки церквей проводят ежегодно служение свои, молитвенное собрание свои. Там вообще-то сам плац, этот сам стадион, ну, мы видели в старых хрониках все, наверное, да, когда там маршировали тысячи этих фашистов с факелами, там и так маршировали парады, все их не были, там фюреры, все его эти выступления были там. Там он объявлял войну, там, крестовый поход, значит, на восток, значит, борьба там с коммунизмом и прочее. И вы знаете, что интересно, значит, вот сама это, сам стадион, сейчас там в основном парковка для вот, значит, этих, ну, этих, как, траки эти, большие грузные автомобили эти, значит, грузовые автомобили, там их очень много, там сотни, тысячи, наверное, даже не знаю, сколько, очень-очень большое количество этих машин стоит просто. Вот, значит, используют таким образом, значит, а на самих этих трибунах, ну, там уже нет фашистских этих, понятное дело, символик этих эмблем, но там христиане часто собираются на молитву, очень многие христианские церкви, и, значит, и там собирается время от времени русскоязычная церковь, Альфа-Омега, в Нюрнберге это, в Нюрнберг, значит, и Альфа-Омега, это наши немцы, русские немцы, украинские немцы, казахские немцы, то есть, бывшего Советского Союза, в основном, немцы, русскоязычные, я у них бывал, там проповедовал, и именно вот эта церковь часто там тоже собирается на молитву, на, порой, даже ночную молитву, летом, значит, там, днем, молятся, там проводятся по собранию, там свободно, пожалуйста, собирайся, молись, и, значит, ему тоже там появились молитвные собрания, там проповедовал, на этой же трибуне, где я уже стоял, там Евангелие Иисуса Христа проповедовал, думаю, здорово, думаю, классно, вот, значит, а думаю, а если бы на Красной площади, вот, думаю, вот здесь проповедовал, теперь, значит, как тут разбирает как-то на Красную площадь перейти, с этого места-капища, значит, вообще лучше бы, ну, перед тем, как его разрушить, провести там молитвные собрания, значит, прямо, значит, с этой кафедры, где там, все эти безбожники стояли, Брежневы там, все эти, вот, Косыгин, эти, просто это, прочие там аферисты, сатанисты и вообще, и коммунисты, вот, значит, чтобы там провести молитвное собрание и потом это все безобразие разрушить конечно бы но пока к сожалению авоз и ныне там но это очень печальное конечно зрелище что в центре москвы стоит такое ужаснейшее сооружение мобзолей да это просто ужасно там и захоронение и Сталин там и тебе там и кого только нет вообще там я передачу смотрел про крестол сатаны и там сооружение это показывали в Германии белое такое из белого камня а сам оригинал я был там это пергамон музеем у меня есть вот как раз слайды слайд шоу есть и я много там сделал фотографий тоже и врата ады тоже фотографировал и выставил на слайд шоу я потом все это переброшу вам сможете это посмотреть в принципе пергамон музеем на немецком вести то на веб-сайт их не зайти если хороший интернет то можно сделать виртуальную прогулку и посмотреть просто как будто там повертеться очень интересно там есть 3D графика есть тоже интересная такая как будто там прям ощутился вот в престоле Сталин и в общем-то многие Хасавей напрямую связывают проклятие Европы именно вот с этим алтарем этим престолом хотя сама у Хасавей к сожалению не досказана эта мысль потому что вот собственно сама кульминация я поднимался по ступеням этого престола Сатаны туда наверх мы с христианами пришли в группы помолились так в полголоса потихоньку помолились и имя Иисуса призвали но там в центре просто пустота место так вот выбито и написано табличкой что здесь вот на этом месте до 45-го года был престол пергамский главный главная святыня но ныне неизвестно где находящаяся ну вывезли на Москву а дальше неизвестно куда одно из предположений что вывезли в Свердловск тогдашний одно из предположений другое предположение что вывезли за Урал но не знаем точно до сих пор неизвестно но это одна из тайн хотя союз рухнул уже советский но вот скелеты в шкафу стоят еще вот одна из тайн таких очень страшных тайн советских до сих пор это вот неразгаданных это престол Сатаны до сих пор неизвестно